Друзья мои, добрый день! Сегодня 21 февраля. Кое-какие манипуляции произведу с острым перцем и вам покажу. Вот это перец жгучий блондин. Посеян был с 17-го, 12-го. Показывала, как я его подкармливала, обрезала. На сегодняшний день он выглядит вот так вот. Можно сказать, замечательно. Здесь я пасынки убрала. Семидоли на месте. Шесть пасынков здоровых, красивых. И считаю, что на сегодняшний момент листья уже вот эти старые не имеют никакого значения. И мы их уберем. Вот так вот я их обрежу. Обрежу только четыре верхних листика, которые вот от пасынков верхних идут. Вот эти черешочки потом у нас отвалятся самостоятельно. Вот у нас получился, посмотрите, какой красавчик. Это жгучий блондин. Ну, все, дальше продолжаем его поливать. Практически мы все здесь заложили в землю, подкармливали хорошо. Но по мере, как будут расти, будем осмотреть, чем дальше его подкормить и что с ним дальше делать. На сегодняшний день я его оставлю вот таким образом. Это жгучий блондин. Ну, замечательно. Будем наблюдать дальше. Эти листики пока не мешают. Пусть будут. Все оставила здесь, только убрала пасынки. Это по жгучему блондину. Так, вопросы есть, спрашивайте, друзья мои. Дальше, следующий переходим. Это у меня колокольчик. Колокольчик выглядит вот так вот. Совершенно видите, разные принципы одинаковые, то есть полуострые. А вот все-таки растут они по-разному. Что здесь я сделаю? Здесь я тоже сейчас обрежу. Но обрежу всего парочку, пока они все уже тут не нужны. Они уже, эти листья довольно-таки, пасынки хорошие. И вот это уже все будет у нас отнимать это питание. Не нужно. Эти пока еще пусть будут. Вот это тоже обрежу, потому что он с уэдемой. Очень подвержен уэдеме. Колокольчик. Ну вот, еще один у меня есть колокольчик. Здесь пока я вообще ничего резать не буду. Он менее такой вот, видите, еще маленькие пасынки. Но вот у этих обрезала. Значит, смотрите. Сказали, что у меня они растут на веранде. Ночью здесь порядка 16 градусов. Бывает даже и пониже немножко. Днем поднимается до 20-22. Поэтому вот растут они у меня, не так сказать, быстро. Не вытягиваются. Здесь у меня лампы. Лампы висят. Вот так вот. Они стоят под лампами. Вот. Ну, если у вас стоят дома и вдруг вот вытянулись, значит, вот эти пасынки, то их можно тоже прищепнуть именно. То есть не вырывать коронный цветок и оставлять дальше, а именно прищепнуть. Тогда из пазух тоже пойдут листики. Сейчас я вам покажу на примере. Вот это метелочка. Спрашивают, что за метелочка. И лила лузи. Друзья мои, я нашла, значит, по совету подписчиков название вот этого перца. Я его запишу, метелочка которой, то есть он вырастает и там из одной точки несколько идут стволиков и такой метелочкой растет перчик. Очень острый, очень красивый. Вот здесь вот он у меня тоже обрезан. Сейчас, потому что зелень на зелени не видно. И уже, уже вот в верхних пасынках он уже заложил коронный цветок. И я не убрала вот этот коронный цветок, а именно верхушку прищепнула. За счет этого из пасынков, опять же, пойдут, из пазух пойдут новые пасынки. Нижние оставила пока. Вот они не мешаются. И в результате у нас получится такой вот пышный, хороший кустик. Время есть пока мы вот этим занимаемся. Вот лила лузи. Лила лузи это тоже невысокий, порядка 50 сантиметров перчик. Кустик такой пышный будет, мы сформируем. Он цветет, листики сиреневые, цветет сиреневыми цветочками. Вот. И мелкий острый перчик. То есть консервация, красиво, вкусно и замечательно. Место занимает много. Перцев на нем очень много. У меня есть фотографии, кому надо, я могу выслать, показать. Уже сентябрьский этот кустик. То же самое я сделала. То есть у меня уже появились на верхних пасынках коронные цветочки. Я их прищепнула. Именно прищепнула верхушечку. Не убирала коронный цветок, а верхушечку. Сейчас у нас все это пойдет. Из этих пазух пойдет опять новые листики. Будет красивый кустик. Так, с этим вот все рассказала. Так, покажу. Значит, взошел у меня этот визирь из пакета. Он вроде бы то же самое, что колокольчик. Но он немного отличается все-таки. Он тоже, как предполагают, можно и горшечным его делать. Как можете видеть, 6 листиков. И вот он такой по высоте. Гораздо ниже, чем колокольчик. Ну, вот интересно. У меня практически весь зашел. Я распекировала там. Вот будем за ним наблюдать. Вот здесь вот, как вы видите, меня спросили, почему отваливаются, значит, эти семидоли. Если у вас отвалились семидоли и ничего не предпринять, дальше у вас будут отваливаться нижние листики. То есть тоже будет с ними что-то происходить. И будут они отваливаться. Почему у меня отвалились? Потому что, значит, довольно-таки долго они у меня росли в 100-граммовых вот этих стаканчиках. И буквально перевалила я вот недавно совершенно. То есть явно в том стаканчике. Там корневая была хорошая. И не хватало питания. Поэтому листики нижние и отвалились у меня вот эти семидоли. Ну, как понимаете, это ничего страшного. Все перевалило. Все, зелень стоит нормальная. Тоже прищипнула. Ждем, когда пойдут пасынки. Также ответила на вопрос, прищипывать или нет колокольчик. Прищипните. Будет работать на пасынке. Скручиваются листья. Друзья мои, я не знаю, как вы ухаживаете за растением. Ну, как видите, у меня ничего не скручивается. Поэтому там надо разбираться, что именно такое делали. Подкармливали чем-нибудь или вообще не подкармливали. Может быть, стягивать вот эта жилка. Или наоборот, она очень большая, не хватает. Не знаю, не знаю. Вот не могу ничего сказать по этому поводу. Надо знать, какие подкормки были растения. И вот этот тоже домашний перчик совершенно, который маленький, низенький, финский. Вот прищипнут тоже. Выглядит вот так вот на сегодняшний день тоже. Постепенно я вот эти листья уберу. Вот куча идет пасынков маленьких. Тоже уже здесь он заложил цветочек. Я его как раз и выщипнула вместе с верхушечкой. А все за этими будем наблюдать. Так, растут. Все растет, все хорошо, все нормально. Друзья мои, сегодня я буду готовить тару под посев гибридов перцев для теплицы. Это последний уже будет крайний посев перцев сладких с горькими, с острыми. У меня уже все закончилось. И также я отодвигаю или наоборот придвигаю посев сортовых томатов. Потому что посеяв вот сейчас вот кое-какие сортовые томаты, и в частности тоже гномы, проблематично. Сходят проблематично. Поэтому кое-что мне пришлось досевать, что нет никаких проблем абсолютно с гибридами. В общем, посеял, через 4 дня взошли 3, растут и все. Там начинаются небольшие проблемы. Поэтому, значит, буду сеять сортовые пораньше. Планировала 5-го. Посею 23-го. Ну все, друзья мои, если есть вопросы, спрашивайте. Всем хорошего дня. До свидания.